В Венесуэле столкнулись не только интересы местной оппозиции и власти, но и Вашингтона с Москвой, считают СМИ и в России, и в Соединенных Штатах. Думаю, в какой-то мере это противостояние между Россией и Америкой. Венесуэла становится еще одним полем противостояния сторонников мира по-американски и противников такого мира. Противостояние Венесуэле – символ растущего раскола между лидерами Америки и России. Если американские журналисты осторожны, говорят о столкновении интересов и его возможных последствиях, то российские открыто заявляют, что попытку смену власти в Венесуэле организовал непосредственно Вашингтон. Соединенные Штаты организовали еще один государственный переворот. Пираты Карибского моря под звездно-полосатым флагом попытались взять на абордаж Венесуэлу. Операция по попытке государственного переворота в Венесуэле была разработана в Вашингтоне. По такому же сценарию США избавлялись от неугодных правителей в Ливии, Грузии, Украине. Теперь очередь с Венесуэлы. В интерпретации федеральных каналов все до предела просто. Чтобы сбросить законного и неподходящего им президента Николаса Мадуро, США якобы поддержали первого попавшегося самозванца. Но американские медиа рассказывают своей аудитории, что именно Хуан Гуайдо – представитель легитимной власти. Национальная ассамблея, которую многие считают последней честно избранной институцией в Венесуэле, выбрала Хуана Гуайдо спикером, а многие страны поддержали его как президента. Желтым на карте обозначены страны, признавшие Хуана Гуайдо. Не всем американским СМИ нравится живейшее участие Белого дома в венесуэльских событиях. Но происходящее там все они называют абсолютно естественной реакцией страны на затянувшийся кризис. Крупнейший гуманитарный кризис в полушарии. Социалистической утопии почти у каждого пустой желудок. Когда-то венесуэльцы богатели на нефти, теперь стоят по трое суток, чтобы заправить полный бак. Да, в Венесуэле катастрофа, но всему же есть предел. Гуманитарный кризис – слабое оправдание для вмешательства, вещают российские СМИ, настаивая на том, что Штаты плетут козни против Мадуро. Мотивы Вашингтона – не только на Совете России, но и, например, прибрать к рукам венесуэльскую нефть. Цель Вашингтона прозрачная. Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. Страна-экспортер нефти – один из важнейших игроков на рынке углеводорода в мире. Лакомый кусок для Вашингтона. Сейчас время пришло для богатой нефти Венесуэлы. Почему именно сейчас? И на это у федеральных СМИ есть ответ. Чтобы отвлечь внимание от шатдауна и собственных политических проблем. Поиск внешнего соперника, то есть Венесуэлы, в такой ситуации, конечно, запрещенный, но давно отработанный еще предшественниками прием. Белому дому нужна маленькая победоносная политическая война. Накануне много-немало сам Трамп, так что он уж постарается.